В мэрии областного центра состоялось итоговое заседание Оргкомитета Забег РФ. Городоначальник Юрий Гришан, организатор спортивного мероприятия, депутат Магаданской городской думы Антон Басанский, руководители городских и областных служб и учреждений, представители полиции и ГИБДД. Волонтеры уточнили детали сценария событий и провели координацию взаимодействия. И, наверное, самое главное, чтобы все с погодой получилось. По словам Антона Басанского, за последние дни число участников серьезно увеличилось. Желающих побежать в воскресенье по улице Магадана уже свыше 650 человек. В сравнении с другими городами нашей страны, где также 30 мая состоится Забег РФ, с учетом численности населения столицы Колымы, это очень хороший показатель. Это означает, что у Магадана есть все шансы побороться за звание «Беговой столицы». В Магадане наступила пора последних звонков. Первым он прошел для выпускников школы номер 18. Это общеобразовательное учреждение, одно из самых больших в городе. В нем обучаются более 900 детей. Директор школы выразила выпускникам слова напутствия. Я хочу сказать, что закончился замечательный, яркий период в вашей жизни. И вы вступаете на широкую дорогу самостоятельной жизни. Я желаю вам, чтобы в этой жизни вам было уютно, чтобы рядом с вами всегда были люди, у которых вы нуждаетесь, мнения у которых вы прислушиваетесь. В этом году школа выпускает 24 учащихся. На торжественной линейке они сказали слова благодарности классному руководителю, педагогам и родителям. Ученики подготовили музыкальные номера и станцевали прощальный школьный вальс. С праздником школьников и родителей поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Я, как мэр города, всегда, каждый год говорю выпускникам одни и те же слова. Вы можете учиться где угодно, где вам нравится, получать профессии, которые вам нравятся. Но мы вас всех ждем в городе Магадане, который с ночи вчерашнего дня стал городом трудовой доблести. Я поздравляю всех с этим событием. Я думаю, что вы приумножите славу города Магадана. Первый выпуск в школе номер 18 состоялся в 1966 году. Сегодня это современная школа, в которой действуют общеобразовательные классы, развивающие профильное обучение. Реализуются программы и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение ежегодно выпускает отличников учебы и спорта. В этом году ожидается золотая медаль у Ксении Захаровой. Много победителей городских олимпиад. Ребята выпускного класса на золото сдали за счет ГТО. Бесплатное тестирование для населения Магадана провел Центр профилактики и борьбы со СПИД. Любой желающий колымчанин может провериться на ВИЧ-инфекцию в течение 15 минут получить результат. Тестирование магаданцев прошло в торговом центре «Мегамак» на улице Кольцевой. Его провели в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид». Такая акция проходит ежегодно. Специалисты рассказали о том, насколько часто нужно проверяться на наличие инфекции. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый человек. Как часто нужно это делать? Как минимум один раз в год. А по возможности, конечно, чем чаще, тем лучше. Потому что с учетом той ситуации, что сейчас творится в Российской Федерации, и в частности в нашем регионе, это нужно делать довольно часто. Но не менее хотя бы одного раза в год. Анализы специалисты проводят букальным тестом, тестом со слюны. Палочкой, зонтом с полости рта специалисты проводят забор материала. Через 10-15 минут уже готов результат. При наличии ВИЧ-инфекции анализ покажет две полоски. Врачи уверяют, что тестирование на ВИЧ-инфекцию не опасно для человека. То есть, никаким образом это не опасно. Тесты сами одноразовые. И медработники работают со всеми мерами предосторожности. То есть, они в перчатках, в спецодежде. А медотходы удаляются все, как положено после этого. То есть, никакой опасности для человека, для медицинского работника такой тест не представляет. На прошлой неделе специалисты в рамках недели тестирования проводили забор крови граждан Ольского городского округа. Всего на Оле протестировали 50 человек. И все тесты оказались отрицательными. Эксперты отмечают, что любой желающий колымчанин может пройти тест на ВИЧ-инфекцию бесплатно. Сделать это можно в Магаданском областном центре профилактики и борьбы со СПИД. В 863 году труды святых солунских братьев по стандартизации славянской письменности вот применим такое современное слово привели к началу просвещения крупнейшей этнолингвистической общности в Европе. Это стало событием исторической важности для славянских народов, имеющих общие корни и разделяющих единое прошлое, так как для них открылся путь к самобытному, духовному, культурному, общественному и государственному развитию, основанному на христианских ценностях. В библиотеке имени Пушкина провели 24-й Кирилло-Мефодиевские чтения. Посвятили их 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Проводят чтения ежегодно 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Спикеры в своих докладах, а их было 9, рассказали о влиянии князя на культуру России, а также затронули темы церкви, веры и даже родительства. По словам организаторов, чтения носят культурно-просветительский характер. Многие сообщения, которые сегодня будут доложены, они посвящены вообще культуре, славянской культуре, славянскому искусству, архитектуре и так далее. Моё сообщение сегодня посвящено единству искусства, слова в том, чтобы правильно воспитать личность, для того, чтобы формирование личности двигалось в верном направлении. А здесь, безусловно, очень важно это три единства. Единство слова, единство истории и единство искусства. Ну и, конечно, я тоже, как и все сегодня выступающие, буду говорить об Александре Невском. Соорганизаторами чтений выступила Магаданская и Сенегорская епархия Русской Православной Церкви. Как отметили организаторы, одна из целей встречи – пробуждение у молодежи интереса к духовным истокам славянской, а прежде всего русской православной цивилизации. За последние четыре месяца против кибермошенников возбудили 197 уголовных дел. Общий ущерб, который нанесли колымчанам, составил более 35 миллионов рублей. Специалисты выделяют два вида хищения. Магаданцев обманывают мошенники из других регионов страны и сами жители области. Сотрудники ведомства зарегистрировали 37 таких местных преступлений. Почти все раскрыты, в отличие от краж, которые совершают жители других регионов в отношении колымчан. Затруднения связаны, в первую очередь, с отсутствием самих фигурантов, причастных к совершению преступлений на территории нашего региона. Необходимость в выездах за пределы региона с целью их документирования. Документирование этих злоумышленников дистанционно проводится, но не настолько эффективно, как хотелось бы. Эксперты отмечают такую схему обмана. Преступники представляются сотрудниками банков или работниками органов. Под благовидным предлогом получают личные сведения пострадавших. Так, злоумышленники получают дистанционный доступ к счетам. При таком звонке специалисты просят сохранять спокойствие и не сообщать никакие личные данные. Если вам поступило тревожное сообщение, связанное с банковскими счетами, нужно связаться с финансовым учреждением по ранее известному номеру. Хочешь сделать родной город комфортнее? Заходи на сайт за.городсреда.ру Теперь ты решаешь, что и где нужно благоустроить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова